События разворачивали в зимнем вольере приматов. Здесь в фельдман-экопарке содержат Ромео и Джульетту, пару шимпанзе. Этим летом животные впервые стали родителями. Однако буквально несколько дней назад трёхмесячного детёныша у приматов забрали. Джульетта выхаживать своего первенца отказалась. В экопарке предполагают, что это и могло стать причиной агрессии животных. Днём четверг шимпанзе подрались. И в семейный конфликт вмешался работник отдела приматов. Он услышал эти крики, наш сотрудник, и пришёл спасать эту девочку. Он не должен был делать? Он не должен был делать, но он пожалел, скажем так, обезьян. Это всё-таки чувство, это его животные, с которыми он работает. В вольере на мужчину напали сразу две обезьяны. Отбиться от приматов ему помогла коллега. Пострадавшего с ранами на пальцах левой кисти и разорванным правым ухом медики доставили в отделение политравмы не от ложки. Там ему сделали операцию. Ту часть, которая как бы сохранилась, её обработали, постарались максимально ушную раковину сохранить. Но какие-то фрагменты её, безусловно, были утеряны. Полностью откушенных пальцев нет, полностью. То есть, они там, часть где-то пострадала. В основном это левая кисть. Поэтому в плане инвалидизирования, то вряд ли это приведёт к серьёзным последствиям. То есть, он сможет работать здесь. Полиция открыла уголовное производство по статье «Нарушение требований законодательства об охране труда». На месте скояния данного криминального правопрошения был проведен огляд. Опытаны все працівники, які перебували там, надавали медичну допомогу постраждалому. Тварины не вылучались. Они знаходятся по месту своего перебувания. Немає підстав для их вылучения постановки на сегодня. 51-летний Сергей, так зовут пострадавшего, говорит – чувствует себя хорошо. «Они завелись из-за еды. Я їх начал успокаивать. Как вам сказать, там есть много подноготных. У нас Ромка, вот этот мальчик, и Джеда, они родили ребёнка. Он со мной раньше целовался всё время через стекло. А потом как-то произошло так, что она начала целоваться. Вот это из-за ревности. Сергей говорит, зла на своих подопечных не держит, добавляет, уже скучает за животными и хочет их поскорее увидеть. «Они нормальные, классные. Я их люблю по сей день, и завтра буду любить, и послезавтра. И на работу уже хочу выйти, но мне не выписывают пока». Больницы обещают перевезти мужчину на амбулаторное лечение через неделю, а пока будут наблюдать за состоянием ран, чтобы избежать осложнений, которые могут возникнуть из-за укусов животных. В экопарке реабилитацию сотрудника обещают оплатить и уже ждут его на рабочем месте.